Финалист шоу Голос Краины 5 Антон, поздравляем тебя с рождением сына. Трое детей. Это не предел для тебя? Спасибо, не исключено. Пока мы хотим сделать паузу, а дальше как Бог даст. Сейчас, учитывая отсутствие жилья и стабильной работы, немного тяжеловато. Но при благополучных условиях вполне может быть, что это вовсе не предел. Хорошо, расскажи, как жена и близкие отнеслись к твоему участию в телешоу? Я советовался с супругой, когда шел на Голос Краины. Она сказала, что я должен попробовать. Так или иначе, этот опыт лишним не будет. Если честно, я никогда не хотел быть участником каких-то телешоу. Но так сложилось, что в прошлом году на Голосе был мой друг, и он дал мой номер телефона кастинг-отделу, после чего меня и пригласили. Сам бы я все-таки не решился. Антон, жена не боится отпускать тебя в шоу-бизнес? Не ревнует? Мы уже много лет вместе, и как вы видите, у меня трое детей. Кому нужен такой груз? Я очень люблю жену, и слава Богу, это взаимно. Иначе у нас бы не сложилась такая большая семья. Жена со мной всегда на связи. Она знает всех, с кем я общаюсь, поэтому уверена во мне. Кого из финалистов Голос Краины 5 ты считаешь самым опасным конкурентом? Наверное, Танюшку Решетняк. Еще перед первым эфиром многие мои знакомые сказали, что мы с ней основные конкуренты. «Антон, тебе удалось найти друзей на проекте?» «Конечно, мне даже удалось найти кума». Пыл и петь, сказав, «Що б не сквалося, будем у кумами». «Они с женой тоже ждут ребенка». Изначально все участники понимали, что мы прежде всего конкуренты, но на съемочной площадке атмосфера была дружеская. Я верю, что эти знакомства не пройдут зря, и мы с ребятами обязательно где-то пересечемся в жизни. Какой совет тебе дала Тина Кароль перед финалом шоу «Голос Краины 5»? Собраться и победить. У Тины есть потрясающий талант. Она находит нужные слова в нужный момент. А если их произнести вне пространства и времени, они, наверное, не будут так актуальны. Они сказаны в определенный момент и определенному человеку. Тина нашла ключ к моему голосу, и благодаря ей я зазвучал по-новому. Я благодарен, что она находит в себе эти скрытые силы и делится ими со мной. Антон, самое ценное, чему тебя научила Тина Кароль на протяжении проекта – стабильности и вере в себя. Тина Кароль учит меня верить в себя, как в личность, как в артиста. Ведь без этого невозможно достичь цели.